Год дома не был, как бы соскучился своих навестить, родственников, ну и коляску прихватил, чтобы тренироваться одновременно и по гостям ездить. История Виктора Кочнева, бывшего воспитанника детского дома-интерната, печальная и счастливая одновременно. Печально, потому что хлебнул этот парень немало горя. В свое время на сироде наживался кто только мог. Обманули и с жильем, и с пособиями. Из-за отсутствия качественной медицинской помощи и без того больные ноги отказали вовсе. Но благодаря помощи тренера и вере в себя, Виктор стал именитым паралимпийцем, живет и работает в Москве. А прошлое на то и прошлое, что его ворошить. Кандидат мастера спорта по легкой атлетике, занимаемся там учебой. Также тренируемся в основном, только в воскресенье выходной. А так все время только одни тренировки. Впереди сначала надо здоровье поправить и международный класс получить, а потом уже выше подниматься на международных соревнованиях. Ну, также тренироваться усердно. В Саянск Виктор, кстати, приехал со своей гоночной коляской. Подобрана она московскими тренерами с учетом особенностей спортсмена. 21 октября будет международный марафон в гонках на колясках. И туда нас уже пригласили, то есть ждут нас, что мы туда приедем. Ну, вот, соответственно, Дарья Иванова готовится у нас. И вот сейчас должна подойти вторая коляска из Америки. И будет Екатерина Потапова готовиться к этому полумарафону. То есть у нас второй человек будет, который будет выступать в гонках на колясках. К нам сюда на сбор. Также готовиться к марафону приехал Виктор Кочнев. Это бывший у нас воспитанник, который на протяжении 8 лет у нас занимался. Пауэрлифтингом, легкой атлетикой. Но, к сожалению, у нас не было колясок на тот момент. И я его пристроил в Москву к великому тренеру Громовой Ирине Александровне. То есть она его взяла. Сейчас он многократный чемпион России в гонках на колясках. На этой России он выиграл 2 золота. Спортсмен растет. Здоровье поправил свое очень хорошо в Москве. Ну, ему все нравится. То есть там всем помогают. Все делают для того, чтобы они выступали, оздоравливались, ну и социализировались. Никому, даже в самых сложных обстоятельствах, нельзя сдаваться и опускать руки, считает Виктор. Даже если кажется, что нет шансов на успех, есть надежда, что могут исполниться самые призрачные мечты. Кто-то в аварию попал, кто-то с детства болеет. Что вы порекомендуете им? Не унывать, встать и идти. Найти свое. Кто-то в спорт может, кто у меня знакомый, если он в банке работает, так же на колясках и даже такси оплачивают, доработают. Не унывать и все. Идти в пидор, заниматься делом.